Этому исполину почти 300 лет. Его высота 25 метров, а обхват 7 метров. Это дерево имеет даже свое имя – партизанский дуб. За свою продолжительную жизнь оно стало свидетелем разных картин. Одной из них стало Великое Отечественное. Именно здесь в годы войны располагался наблюдательный пункт партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам». С недавнего времени древо было включено в федеральную программу «Деревья-памятники живой природы». А затем оно было признано памятником природы областного значения. Сейчас прилегающая к нему территория благоустроена. Арендатор лесного участка оборудовал беседку «Заложен на Аллее славы». Между губернатором и сопредседателем Совета по сохранению природного наследия нации было подписано соглашение о сотрудничестве. Первый регион, где мы побывали, что так значимо. И столько было сделано работы по подготовке вот этого всего ансамбля. Мы вчера просто посмотрели и говорим, низкий поклон всем, кто нас поддержал. И непосредственно Николаю Васильевичу, который полностью в этом принимал участие. И честно говоря, если поставить по субъектам, я хочу сказать, кому отдадим предпочтение, дадим Брянской области. Молодцы. В годы войны здесь активно шли боевые действия. Недалеко от этого исполина есть еще одно дерево с более печальной историей. Окрашенное в черный цвет, оно напоминает всем вокруг, что здесь были повешены и расстреляны фашистами десятки партизан и мирных жителей. В дань памяти этих жертв делегации во главе с губернатором возложили цветы. Я хотел бы еще раз высказать, дорогие ветераны, в первую очередь вам слова и признательности, и благодарности. То, что и сегодня происходит, это вы дали и создали такие условия для нас. И учиться, и работать, и трудиться, и веселиться. Поэтому огромное спасибо вам за то, что вы сделали, сохранили, отстояли независимость и целостность нашего государства. Также в этот день был ряд награждений. Медали в честь подвига партизану достойлись ветераны, а также те, кто способствовал признанию партизанского дуба природным наследием. Ну а после подписания соглашения о сотрудничестве и награждении, все, кто присутствовал на празднике, побежали к дубу. По старинным поверьям, если хотя бы на три минуты прикоснуться к дереву, тем более такому, можно зарядиться его энергией и силой. Игорь Мирчук, Илья Бирюков, События, Навлинский район.